Доброе утро! Итак, наступил сезон черешни, и сегодня из неё мы приготовим классический французский пирог. Нам понадобится мука, сливки, яйца куриные, черешня, щавель, взбитые сливки, ваниль. Удаляем плодоножку сначала у всей черешни. Надеваем перчатки, чтобы удалить косточки. Самый сложный процесс у нас закончен. Остаётся только приготовить тесто. Разбиваем 4 куриных яйца в любую ёмкость. Наши куриные яйца мы взбиваем до состояния однородной белой массы. И постепенно начинаем вводить пшеничную муку. Основная наша задача, чтобы в процессе взбивания куриных яиц и муки у нас не было комочков. Постепенно можем начинать вливать сливки. В некоторых рецептах также используют сливочное масло растопленное. Но так как сливки у нас достаточно жирные, мы обойдёмся без добавления непосредственно в тесто сливочного масла. Следующий этап – это сахар. Сахар всыпаем полностью. И продолжаем замешивать, пока он не растворится. В завершение приготовления нашего теста мы добавляем ваниль. В данном случае я использую настоящую, но её, безусловно, можно заменить ванильным сахаром либо с ванилином, что, конечно же, будет гораздо дешевле. Ванильную палочку мы разрезаем по горизонтали и счищаем с неё всю внутреннюю мякоть. Наше тесто готово. По консистенции оно напоминает тесто на оладьи. И остаётся дело за малым – всё перелить в нашу форму. Форму предварительно смазываем растопленным сливочным маслом. Выливаем наше тесто. И добавляем очищенную черешню. Черешни должно быть достаточно много. Её главное не жалеть. Остаётся поставить его в духовку при температуре 180 градусов и выпекать в течение 45 минут. Наш пирог готов. Открываем форму и нарезаем порционно. Сливки подают абсолютно любые, пригодные для взбивания, как кондитерские, так и уже готовые в баллонах. Добавляем молодой щавель. Наш простой и очень вкусный пирог с черешней готов. Приятного аппетита!